Плацдарм 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 И именно в 2017alten Call of Duty Возвращается к истокам World War 2 Потому что уже была Call of Duty World War То есть, соответственно, Мировая война И в нашем случае Это Вторая мировая война Я, наверное, буду Сильно, сильно, сильно Лукавить, если скажу, что Как и все Не думал, что ничего не получится С одной стороны Разработчики говорили У нас не было технологий Чтобы реализовать то, что мы хотели по Второй мировой войне. Теперь технологии есть, и мы это сделали. Параллельно с этим было достаточно много информационных вбросов, которые фактически не то чтобы хейтили игру, но сливали использование вот этой вот всей тематики на нет. Ибо исторической принадлежности вроде как там-то особо и не было. Ох, как мы все ошибались. Call of Duty одна из немногих игр, которая должна, по идее, тебя держать и показывать тебе боевик. Вот такой, знаете, в стиле 90-х. Рельсовые, когда взрывы, ты бежишь, копы, не знаю, там и немцы, все палят, что-то стреляют, все взрывается, вообще все, полное вакханалия, и ты посреди всего вот этого. И не важно здесь, на самом деле, какая временная эпоха, это и есть идеальная формула Call of Duty. Но, однако, конкретно в World War 2 мы получили возможность наконец-то попробовать себя действительно в полной мере погрузившись во всю эту атмосферу еще раз. Почему еще раз, и, собственно, почему попробовать, да? Потому что по факту действительно технологии шагнули очень далеко вперед. То, как выглядит игра сейчас, и как она выглядела добрых там 10-15 лет назад, это совершенно разные вещи. И мне поистине, наверное, приятно быть сопричастным к этому просто в силу того, что я играл и в первую, и вот на протяжении многих лет продолжал играть во все остальные части. И вдруг вот бум, и, собственно, снова Вторая мировая. Я очень боялся, что сюжетная кампания будет разбита на манер той, что была в Battlefield 1. Мне такое повествование отдельными историями не очень нравится. Мне хотелось целостную большую историю, именно боевик, именно Call of Duty в классическом понимании подачи сюжета. И так оно получается. Здесь все разделено на главы. Я вообще назвал это, знаете, сериалом. То есть там есть достаточно большое количество серий, эпизодов в одном сезоне сериала, и вот это вот по одной серии мы отсматриваем. Взяли вот это, взяли вот это, тут противостояли этому, тут отбили вот это. Очень прикольно. Причем, игра, она, собственно, стала глубже и больше. В каком плане? Появились какие-то намеки на стелс-элементы. В принципе, нечто похожее, может быть, где-то там проскакивал, но не так, как здесь. То есть, например, был момент, когда нужно было вынести девочку из подвала театра, и, соответственно, пройти мимо немцев. Хорошо. По-первых, это обычный стелс. Мы где-то прячемся, пытаемся пройти мимо них, выстраиваем какой-то определенный путь. С третьего, четвертого раза мы этот момент проходим, просто понимая, где стоят немцы и где их можно обойти. Однако, конкретно дальше начинается то, что вот и называется Call of Duty. Это драма, это подача, это сюжет. Вроде вот ты идешь, там все стреляют, пули летят, все, ты с этой девочкой, ты ее укрываешь. И, господи, это реально настолько прикольно, насколько может быть. Миссия, где нужно было проходить, конкретно проникнуть в здание и забрать там бомбу, заменив, собственно, у одного из предателей фашистской Германии чемоданчик. Та же самая история. Это, с одной стороны, вроде бы стелс, и ты думаешь, о чем уловдить или это, с другой стороны, оно потом так разворачивается, так намешано, так все эмоционально, интересно, знаете, очень сложно передать словами то, что ты ощущаешь, играя в подобную игру. То есть, если мы берем это как классический шутер, механика, да, в принципе, плюс-минус та же. Ну, где-то там подправили, где-то что-то доделали, смотрится интересно, свежо, достаточно приятно играется, самое главное, очень приятно стрелять. Вы знаете, я этому всегда делаю большой акцент. да, действительно, это один из, наверное, самых таких прикольных и качественных шутеров от первого лица, с другой стороны, я с удовольствием бы, наверное, переместил эту механику там еще куда-то, возможно, в другой сеттинг и так далее. То есть, ну, действительно, очень хорошо ощущается, приятно в это играть. С другой стороны, когда это все приправлено хорошей историей, качественной историей и качественной ее подачей, то есть, приныраться к сценарию, да невозможно, это один из самых, блин, крутых фильмов, именно фильмов по Второй мировой войне за последнее время. Дюнкер, да бог с ним, вы что, о чем? Здесь намного все более эпично, намного все более интересно, здесь ты сроднишься буквально-таки со своим персонажем, с другими героями, ты постепенно будешь играть не только за своего персонажа, но и за других героев в небольших отрезках. И просто вот, наверное, тоже я всегда, вот, от души большое спасибо за достаточно качественно переданную историческую принадлежность. Я, конечно, не историк, и по большей части я понимаю, что это нужно относиться как к художественному произведению на тему, то есть, нельзя пытаться искать здесь какой-то прям жесткой исторической достоверности. С другой стороны, основные какие-то определенные моменты меня вполне себе устраивают. То есть, вот, чтобы люто чего-то прям выбивалось, у меня такого нет. Это интересно, приятное повествование голливудского кино о Второй мировой войне. Если вы прям жесткий фанат истории и вот будете к каждому сантиметру карты, битвы и все остальное придираться, наверное, вы найдете кучу недочетов и моментов. Я же не пытаюсь этого делать. Я хочу одного получить максимально приятное ощущение от проведенного времени. Наверное, люди как раз для этого и играют. Они хотят почувствовать на себе какую-то другую личность, кунуться в другую эпоху. И самое главное, чтобы это было приятно и тебя затягивало. Тебе рассказывали историю по ниточке, ты переходил к ней, добирался, и в итоге у тебя складывалось впечатление, что у тебя было погружение вот в эту вот большую целостную историю. Насколько Кристина, например, человек, который сторонний, ей было интересно наблюдать просто со стороны за происходящим. Это шутер, это шутер, я подчеркиваю. Ей было интересно следить за сюжетом, смотреть на сюжетные перепалки, отслушивать каждую вот эту вставочку, кстати, да, отслушивать. Локализация на русском языке вообще мне всяких похвал. Это, наверное, одна из самых лучших локализаций, что я видел. Я не знаю, но очень хорошо постарались, действительно прекрасный актер, действительно передано на все шикарно. Если бы так каждая игра озвучивалась, я не знаю, наверное, я бы просто готов был расцеловать. Но пока что, можно сказать, почти уникальный момент, и с Call of Duty получилась прям любовь с первого взгляда и с первого звука. В любом случае, если вы вдруг не играли в Call of Duty совсем, тогда стоит, наверное, поиграть в это. Попробуйте посмотреть. Если уже играли и давно, собственно, может быть, забили на серию или она вам каким-то образом является, тоже стоит поиграть. Если играете каждый год, тогда вам доктор прописал, просто вернитесь, испытайте бурю крутых эмоций. Это лучший шутер года, без вариантов. Тут никакая Destiny рядом стоять не может. Destiny это немножко другой момент в плане там мультиплеера, многопользовательская история и так далее. Все-таки Call of Duty я вам сейчас рассказываю про сюжетную кампанию, потому что с мультиплеером там, в принципе, все хорошо, но более-менее классический мультиплеер. Если вы помните, что было в последней части по Второй мировой войне, вот здесь вот сильно прокачали, но просто стало масштабнее, чуть там механика поменялась и так далее. Но, в принципе, это вот очень похоже. Тут сложно что-то придумать еще, это Вторая мировая, там, оружие, это, собственно, не воткнешь в бластер какой-нибудь футуристичный, да, придуманный, или там ранец ракетный, ты же не добавишь в игру. Поэтому здесь все более-менее тривиально. Я поэтому особо и не касаюсь мультиплеера. Мультиплеер шикарный, но это мультиплеер Call of Duty. Быстрый, прикольный, крутой, но мультиплеер Call of Duty по Второй мировой войне, ни больше, ни меньше. А вот сюжетной кампании очень сильно удалось удивить ребятам меня лично, и я прям в восторге от игры. Надеюсь, что вы получите тоже массу эмоций, играя в это. Однозначно совет, вот реально тот случай, когда стоит вернуться к шутерам. И для меня уже сейчас понятно, что это шутер года и одна из главных игр года наравне со всеми остальными. Я, например, не ждал ничего особенного и получил массу, вот прям бурю эмоций от игры в новую часть Call of Duty. В Call of Duty у меня такого давно не было. Несмотря на то, что в прошлом году она была очень крутая, все-таки конкретно вот до того уровня, который есть сейчас здесь, не дотянули. А может мне просто титинг этот больше нравится. Не знаю, в принципе, игры по второму уровню мне всегда нравятся. В общем, я скажу так, я, наверное, в этом году в принципе такие оценки не ставил никому фактически. То есть это прям единичные игры, действительно единичные. Я поставлю игре 9,5 из 10. Очень хотелось бы поставить десятку, но все-таки давайте дадим какое-то задело на будущее. 9,5 из 10. Если брать историю отдельно, то 10 из 10. Если брать игру в целом вкупе с мультиплеером и всеми остальными моментами, это 9,5. Зато очень честный 9,5. И это действительно одна из лучших игр года и однозначно, наверное, лучший шутер года в плане подачи сюжета, механики, игры, завлекательности, вот этого действия вокруг тебя, масштаба, массы. Ну, действительно, хорошо. Надеюсь, мое видео вот такое эмоциональное. Я постарался передать эмоции именно больше от того, во что я играл. Вы знаете, я стараюсь передавать именно эмоции, потому что почитать про то, как структурно, собственно, состоит игра, из чего вы можете. Вы можете посмотреть ролик на игромане и так далее. Я вам рассказываю эмоции. Вообще, зачем в это стоит играть? Я поясняю вам прям наглядно. Я стараюсь. Пишите в комментариях обязательно ваше мнение по поводу новой Call of Duty. Пишите ваше впечатление, рассказывайте, во что играете вы. Мне это все действительно очень интересно. Большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал внизу и соответствующая красная кнопочка на колокольчик с жмаками, если вы уже подписались, чтобы не пропускать новые видео. И спасибо вам, что вы смотрите и смотрите самое главное игровые видео, потому что я знаю, гаджетные видео всегда смотрят хорошо, а вот с игровыми, ну, не всегда все так гладко. Но если вы уже досмотрели до этого момента, до конца, я уверен, вы, ну, надеюсь, во всяком случае. Ладно, уверен, это слишком голословно, что вы не пожалели. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok